Фотографии, которые показывает доктор Гликенфрейд, нам пришлось ретушировать, ведь многих людей не могут просто шокировать. На фото результаты операции. Пациентки удалили часть кожи и кости головы, пораженные опухолью. Переместили лоскут на удаленный участок кости, а тот, куда взяли, тоже чем-то замещать надо. Взяли свободно лоскут с кожи живота. Волосы на этом месте уже не вырастут, но без такой операции пациенту просто не выжить. Для доктора подобные хирургические вмешательства рутина в его отделении, они проходят раз в одну-две недели. Гораздо реже в онкоцентре проходят операции другого типа, по реконструкции пищевода. У человека на операционном столе опухоль поразила часть важного органа, чтобы пациент выжил и ее удаляют. Еще 10-15 лет назад после подобного вмешательства люди питались через зонт буквально до конца жизни. Теперь из кишечника или части желудка ему буквально лепят пищевод. Операция долгая, сложная. Раньше пациенты часто умирали от осложнений, но с некоторых пор выручает ноу-хау. Нам анестезиологи выключают правое легкое. Мы оперируем сначала в брюшной полости, формируя там стебель. Потом пациента укладываем на бок и оперируем уже в грудной клетке, в правой плевральной полости. И чтобы легкое нам не мешало, анестезиологи нам выключают пациент во время операции дышать только одним левым легким. Это значительно облегчает работу хирурга и время операции сокращается значительно. Результат – большая часть пациентов возвращается к нормальной жизни. А самих операций теперь можно проводить больше. Не так давно многим отказывали. За прошлый год в этом отделении сделали всего 27 таких вмешательств. В этом уже три. Но, пожалуй, нигде так очевидно не нужна пластика, как в мамологии при операциях на женской груди. Ведь порой опухоль настолько велика, что требуются кардинальные меры. Если нам нужно удалить всю желеистую ткань, и тогда на помощь нам приходят импланты, восполняя тем самым объем молочной железы. Их подбирают максимально корректно по размеру и форме. Сама операция бесплатна, но вот имплант не из дешевых – около 40 тысяч рублей. Именно поэтому очереди из желающих здесь не выстраивается. Не всем новая грудь по карману. Но, как рассказали нам врачи, есть шанс, что в обозримом будущем импланты тоже будут поступать по квоте. А значит, еще у большего числа женщин после удаления груди появится возможность ее восстановления. Впрочем, медики говорят, что вмешательство хирурга можно минимизировать. И напоминают о регулярных обследованиях, которые позволяют выявлять онкозаболевания на ранней стадии. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком.